В ноябре 2015 года 123-я больница вошла в состав Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, как структурное подразделение. Здесь были созданы условия для совершенствования научно-практической работы как в клиническом, так и в научном аспектах. Это теперь не только больница, это очень большой биомедицинский центр, вторая часть которого находится в Москве. И представлено это институтом физико-химической медицины, а это означает, что в ближайшие 2-3 года на рынке медицинских услуг Одинцова появятся принципиально другие технологии, которых жители бы, может быть, еще и не видели бы на протяжении 5-10 лет. Они будут касаться и диагностики, и технологий региоративной медицины, то есть наш институт довольно активно работает с клеточными технологиями. Но и на самом деле они будут касаться прежде всего того, что мы будем стремиться к жителям, к пациентам нашей больницы и поликлинике, и вообще к людям, которые будут стремиться обследоваться, применять так называемый персональный подход. То есть каждый человек будет индивидуален. С 2002 года клиническая больница оказывает помощь муниципальному здравоохранению Одинцовского района. Дежурит по скорой помощи, принимает на лечение не только прикрепленный контингент, но и жители Одинцовского района. У нас замечательная больница, коллектив у нас просто замечательный. На самом деле очень большое дело делаем мы совместно, и медицинские работники, и вообще работники больницы, потому что, ну, вы сами знаете, здоровье пациентов, здоровье людей – это самое главное, потому что и планы на будущее строятся, и влюбляются, и счастливыми себя чувствуют только тогда, когда люди здоровы. Мы от всей души стараемся помочь нашим пациентам. Все свое милосердие, всю свою душу, все свое сердце, всю свою любовь посвящаем именно тому, чтобы больные выздоравливали и, соответственно, чувствовали себя также счастливыми и здоровыми. За эти годы в больнице накоплен колоссальный опыт. В настоящее время это мощное учреждение, в состав которого входит поликлиника на 400 посещений в смену и стационар на 398 коек. Больница является клинической базой институтов и университетов Москвы. Здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. В эти 60 лет, которые прошли с самого начала и до сегодняшнего дня, больница поменяла не только статус, но она на ступеньки, на многие ступени стала намного выше. И поэтому в этот период я просто хочу поздравить именно 60-летием всех, весь коллектив и особенно, действительно, Одинцовский район, потому что эта больница считается на высшем уровне. И к ней стремятся все пациенты, которые хотят попасть. К сожалению, бывает такое, что не все могут даже попасть туда, но они все стремятся. Мы всех принимаем. Я думаю, что дальше это будет развиваться и развиваться и развиваться. И помощь будет оказываться всем желающим, особенно нашему району. Сейчас такая возможность уже появилась, потому что больница является очень многопрофильной и может оказывать любые виды помощи. День рождения принято дарить подарки. Гости пришли не с пустыми руками. Основное в клинике, в любой клинике, конечно же, люди. Это коллектив, без которого ничего не может быть сделано. Спасибо вам за эту нашу совместную работу и за то, что мы к 60-летию пришли с очень новым, современным, очень красивым лицом. Лучшие сотрудники 123-й клинической больницы в этот день были удостоены нагрудных знаков Федерального медико-биологического агентства России. Коллектив лечебного учреждения – это профессионалы с большой буквы. Спасать жизни пациентов, сохранить здоровье – вот главная задача, которая стоит перед ними сегодня. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».